Внешняя реклама в нашем городе находится в подвешенном состоянии. Если раньше люди готовы были платить от 4 тысяч гривен до 7 тысяч гривен за лакомый кусочек вдоль оживленной дороги, то сейчас билборды находятся не на пике своей популярности. Очевидно, что городу, не живущему в период постоянной избирательной гонки, такое количество билбордов просто не нужно. Собственники плоскостей говорили, что на сегодняшний день заполняемость примерно 30-35%. Все остальное стоит пустое, потому что, грубо говоря, рынок настолько невостребован, насколько у нас сейчас в городе есть плоскостей. Когда я давал официальный запрос в управление рекламой, мне ответили, что в нашем городе примерно 6,5 тысяч конструкций. А если на каждой конструкции стоит плоскость спереди и сзади, то это плюс. Плюс, а есть такие, что и по 4 на одной конструкции, то это примерно 15 тысяч бордов. Для того, чтобы решить проблему с тотальной рекламизацией улиц и дорог, нужно изменить специальные схемы 2010 года. Именно они регулируют все размещение внешней рекламы в нашем городе. Без этих правок никто не имеет права сокращать или увеличивать количество билбордов, рассказывают юристы. Сейчас в городе есть определенные схемы, рекламные карты по размещению всех рекламоносителей. Эти карты были утверждены еще в 2010 году. Если, например, мы хотим сократить их количество или увеличить, как-то варьировать, то нам нужно изменения вносить именно в эти схемы. Либо отменять, переформатировать процесс и принимать новые. Именно эти схемы, где размещены все места, где у нас те же билборды или сети лайты. Пустые и оборванные борды стоят еще с окончания избирательной гонки. Предприниматели не спешат вкладываться во внешнюю рекламу, когда можно воспользоваться интернет-продвижением. А собственники не хотят за свои деньги поддерживать лицо города для туристов. Чтобы решить проблему неопрятного вида Одессы и просто засилье внешней рекламы, представители депутатского корпуса предлагают демонтировать те борды, у которых истек срок договора. Были разговоры, что мы пойдем сейчас их рубить все или... Ну, может быть, было бы и правильно, но нет. Давайте сделаем по-другому. У каждого билборда есть собственник, а у собственника есть договор аренды. Да, где написано на 5 лет, на 10 лет и так далее. Просто не продлеваем. На карте отмечаем, где будут стоять эти 2000 бордов, сдаем их в аренду через аукцион. Кто пошел, выкупил на аукционе, тот и занимается. Таким образом, мы создадим здоровую конкуренцию, потому что мы сможем повысить цену на аренду той земли, где будет стоять этот борд. 500 бордов на один микрорайон достаточно. Наш собеседник уверен, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки, нужно добиться одобрения проекта в городском совете. У нас в городском совете идет власть, которая сейчас работает. Она очень любит подменивать понятия. То бишь, я предлагал, вот есть у нас 6,5 тысяч, давайте сократим до хотя бы 2000 плоскостей. По 500 бордов на район будет с головой. Они что говорят, ну как же так, это же налоги в бюджет, мы с этого потом делаем какие-то другие социальные проекты, программы и тому подобное. Билборды на городских улицах выполняют еще одну вредоносную функцию. Нависающие над дорогами железные щиты отвлекают водителей, увеличивая и до того плачевную статистику ДТП. Во-первых, это тень на дорогах. Они в принципе заслоняют деревья, это выглядит просто как каменные джунгли, это некрасиво. Во-вторых, это действительно отвлекает внимание, потому что это не только борды бумажные, это скроллы, которые вертятся, создают определенные цветовые блики и могут на дорогах действительно быть причиной аварийных ситуаций. Пока же борьба, а точнее ее имитация городского начальства с бессмысленными и опасными билбордами больше похожа на противостояние Дон Кихота с ветряными мельницами. А тем временем в Верховной Раде уже рассматривают законопроект, который запретит рекламные борды на дорогах. По мнению парламентариев, это позволит снизить аварийность и повысить безопасность на трассах. Если закон примут, то он заработает с 1 января 2022 года.